МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Практически все сотрудники полиции, за исключением тех, кто, грубо говоря, на земле, на улицах рядом с нами, они и есть правоведы, они и есть те люди, которые абсолютно знают все нюансы всевозможных кодексов и правовых аспектов. Оказывается, есть отдельная правовая служба. Зачем она существует? И развенчайте тогда мои, я так понимаю, сомнения, все-таки в этом деле я не прав, да? Нет, развенчивать ваши сомнения я не буду, тем более вы совершенно правы. Так и есть. Так и есть. Сотрудники органов внутренних дел, которые занимаются непосредственно правоприменительной, правоохранительной деятельностью, они в своей большей массе – это юристы по образованию. То есть и закон о службе в органах внутренних дел предъявляет требования к сотруднику органов внутренних дел, которые занимают офицерскую должность, это наличие высшего юридического образования. Поэтому вы совершенно правы. Кто тогда вы? То есть вы еще над юристами стоите? Ну, нет, мы не будем делать таких корпоративных выводов. Да, просто главное управление МВД России по Ставропольскому краю, как и другие организации, является юридическим лицом. И как любое юридическое лицо мы осуществляем помимо правоохранительной деятельности и еще разные виды деятельности, в том числе финансово-хозяйственную деятельность. То есть мы, как любое юридическое лицо, должны заключать какие-то договоры, чтобы обеспечить свою деятельность. Это раз. То есть мы ведем финансово-хозяйственную деятельность, а для чего юристы в этом процессе, они отслеживают законы заключения договоров, которые заключает наше юридическое лицо. То есть это один аспект нашей деятельности. Во второе, что хотелось бы отметить, как любая организация, у нас есть персонал, как у нас он называется, личный состав. В отношении личного состава издается большое количество приказов. То есть начиная от приема на службу, заканчивая увольнением со службы. То есть все кадровые моменты, да? Естественно, все кадровые моменты подлежат тоже юридическому сопровождению, поскольку издание приказов должно сопровождаться проведением правовой экспертизы. То есть начальник органов внутренних дел не подписывает ни один приказ, который он издает без проведения правовой экспертизы, соответственно, нашей службой. То есть у нас есть такой специальный штампик, на котором написана правовая экспертиза. И прежде чем попасть на подпись начальнику главка, все приказы, издаваемые в нашем органе внутренних дел, попадают на стол к нам. Кроме того, как любое юридическое лицо, мы попадаем в какие-то спорные ситуации. То есть мы являемся лицом Министерства внутренних дел. У нас есть специальные доверенности, с которыми мы ходим. Суды, арбитражные суды, ВНИ, контролирующие и другие организации, которых требуется представление интересов нашей организации как юридического лица. Задача любого государственного органа – это соблюдение законности. И принцип соблюдения законности – это, в общем-то, основная позиция, которая должна преследоваться в деятельности всех, так скажем, правоохранительных структур в первую очередь. В этой части наша служба, конечно же, она создана для того, чтобы контролировать соблюдение законности на всех этапах, так скажем, нашей правоохранительной деятельности. Внутренней работы вашей, да? А эта работа касается напрямую и нас. Не сотрудников, но тех людей, которые так или иначе в этой жизни или сталкиваются с сотрудниками. Ну и как мы все каждый день надеемся на то, что вы нас защищаете. Это тоже очень важно. Да, наше основное предназначение. Поэтому, соответственно, мы, как граждане, какое отношение имеем к вашей работе? Или вы к нам? Как граждане, конечно, так вот прямо сказать, какое отношение граждане имеют к нашей работе. Ну, только если мы не жалуемся, понятно, да. Ну, если вы жалуетесь, то, конечно, вы обращаетесь. То есть обращение в органы внутренних дел – это очень большой спектр обращений, которые поступают ежегодно, ежедневно. Наверное, органы внутренних дел перерабатывают самое большое количество обращений, которые поступают от граждан. Конкретно вот наша правовая служба, конечно, рассматривает малую толику обращений граждан, которые поступают к нам. Потому что, в основном, все обращения связаны с нарушением, наверное, их прав в сфере уголовного, так скажем, производства. То есть люди недовольны какими-то вопросами, связанными либо с преступлениями, либо с правонарушениями. Соответственно, они обращаются в компетентный орган, который обязан разрешить эту ситуацию и вынести законное обоснованное решение. Соответственно, какая-то определенная категория обращений, которая попадает к нам, она касается в основном либо социальных каких-то вопросов, то есть граждане, либо бывшие сотрудники хотят получить консультацию, связанную либо с ГОТами, гарантиями, компенсациями, которые предусматривает служба в органах внутренних дел или пенсионное обеспечение после, так скажем, прохождения службы в органах внутренних дел. Вот по таким вопросам, конечно, подключают и правовую службу. Мы даем консультации. Кроме этого, мы инициативно, так скажем, консультируем граждан. То есть у нас бывают дни бесплатной юридической помощи, и по вопросам органов внутренних дел мы ведем прием. Пожалуйста, все, кто желает и имеет вопросы, касающиеся именно деятельности органов внутренних дел, как любой государственный орган, мы обязаны оказывать бесплатную консультативную помощь. Ну и к нам приходили последнюю неделю ваши сотрудники в программу «Полдень» на очень большое количество вопросов ответили, за что вам тоже спасибо. Хотелось бы спросить еще о чем. Я, насколько знаю, вы достаточно тесно, как и все управления, сотрудничаете с общественным советом. Какую работу здесь вы выполняете? Потому что это известно мне, это неизвестно нашим телезрителям. Хотелось бы поделиться, потому что работа профилактическая очень важна. Об этом мы говорили и с генералом, когда он посетил нашу телекомпанию, давал развернутое интервью. Об этом говорит каждый сотрудник, и об этом говорят все люди, которые так или иначе имеющие отношение к этой большой и важной работе. Вот в этом отношении что делает ваше управление? Наше управление делает довольно много. Начнем с того, что закон о полиции дополнил функции полиции, такой важной и нужной функции, как правовая пропаганда и правовое просвещение граждан. Этого раньше, конечно, в законе о милиции не было. Эта работа, безусловно, надо преуменьшать ее важность. Потому что правовое просвещение населения, конечно же, способствует его законопослушному поведению. Соответственно, ведет работу с правовым нигилизмом, который, к сожалению, в большей мере присутствует. В большей мере, наверное, да, здесь можно говорить. Просто еще, видите, у вас это называется пропаганда. Это воспитание. Но по сути это воспитание. Ну, воспитание, воспитывают, как говорится, детей еще, да? Да, мы, к сожалению, видимо, в юридическом поле все дети. В основном нас воспитывать нужно. Ну, вы правы. И, между прочим, президент еще в 2011 году подписал основы государственной политики в сфере правового воспитания и повышения правовой культуры населения. То есть и там были заложены основные цели, принципы, условия вот этой государственной политики. Именно, то есть она так, ну, называется довольно грандиозно, да? То есть и целью именно вот этого документа является именно насаждение правовой культуры в нашем обществе. Потому что мы все, конечно же, хотим жить в идеальном государстве. Конечно, ну, конечно. Но это способствует же не только экономический рост каких-то наших доходов и так далее. Конечно же, важно развитие в любой сфере общества. И правовая культура – это, конечно же, основа нашей, так скажем, благополучной жизни. Мы очень часто забываем, что чтобы государство стало идеальным, самому нужно над собой поработать чуть-чуть. Наверное. Вот оно должно все упасть откуда-то. Ну да, каждый ли готов жить в таком правовом государстве, соблюдать те права и те запреты, ограничения, обязанности, которые, так скажем, свойственны именно правовому государству. Ну, мы к этому стремимся, да, всем обществом, так скажем. И органы внутренних дел в этом смысле определенную нагрузку несут. Вот сейчас большую, вот вы затронули очень важную тему. Правовая пропаганда, она затрагивает все слои населения. Но особенно важно ввести правовую пропаганду и заниматься правом просвещения молодежи, подростков и детей. Потому что, конечно, все закладывается с детства. Безусловно. Да. Начинается все с семьи, безусловно. Но когда в школе будут профессионально преподавать основы права, то, наверное, это принесет только пользу. И, конечно, когда приходит специалист, да, одно дело, когда учитель рассказывает ученикам, да, у них есть предмет, да, общество знания, они изучают основы права, там, какую-то определенную часть. Но я считаю, что очень полезно, когда приходит специалист в своей области, юрист, который обладает правовед, как вы правильно заметили, то есть он ведает именно этими вопросами, и профессионально может рассказать о том предмете, в котором он хорошо разбирается. И ученик, конечно, наверное, в большей мере воспримет его слова, особенно если это человек в форме. Ну, конечно, антураж здесь необходим. Да. Но в то же время, конечно же, педагог, он знает методику преподавания, да. Мы не педагоги, не воспитатели, но в то же время при проведении этой работы, конечно, мы учитываем психологию ребенка. Конечно, если придешь в детский коллектив и просто прочтешь лекцию, даже правильными, подобранными хорошо словами, без тавтологии, повторов и так далее, но это будет просто лекция, которую ты отбарабанишь, конечно, ребенок не воспримет это как нужно, и, наверное, в голове у него особо ничего не останется. То есть для каждого возраста мы выбираем определенные методики. Что для детей тогда, если не лекция, что? Не лекция, но вот мы проводим тематические уроки в игровой форме. То есть для определенных категорий, начиная с начальной школы, потом 5, 6, 7, 8 класс, конечно, мы для них разрабатываем определенные методические материалы, которые, как мы считаем, очень интересны. Ну, и мы уже их опробовали в школах и в детских домах, в приютах, в детских лагерях оздоровительных, которые сейчас в летний период работают. То есть мы посетили массу детских коллективов, и, в принципе, отклики очень положительные. Детей от преподавателей, которые присутствуют. Вы разрабатываете сами? Без педобразования? Ну, получается так или нет? Вот вы знаете, мы начинали эту работу в 2012 году, и, собственно говоря, мы... Какой-то уже опытной частью довели до... Да, и вот сейчас начинали мы там просто с каких-то таких материалов, там сказки, песенки, например. Конечно же, ребенка нужно вовлечь в процессе. Именно чтобы он тоже участвовал. То есть чтобы он с тобой разговаривал, чтобы он тебе отвечал, чтобы он с тобой общался. Тогда ему это интересно, и тогда он вдумывается, и, в общем-то, результат получается позитивный. То есть на примерах каких-то сказочных героев, их поступках, мы разбирали вопросы прав и обязанностей граждан. То есть начинали мы с доведения информации о декларации прав ребенка. То есть в Министерстве внутренних дел ежегодно проводится ряд акций, которые приоручены к определенным дням. Это первое дню защиты детей 1 июня, потом дню знаний 1 сентября, и 20 ноября – это Международный день ребенка, которым тоже мы обязательно проводим определенные акции. Вот сейчас, вот этим летом, мы включились в акцию каникулы с общественным советом, и, в общем-то, в процессе всех этих акций вот эти мероприятия мы проводим. Ну и вот, так скажем, итогом нашей работы стало посещение детских лагерей с общественным советом. И там мы уже, в общем-то, особо интерактивную форму избрали, и дети были вовлечены в процесс по полной программе. То есть мы разыгрывали сценки, там на примере сказки «Золотой ключик», распределялись роли между ними, они сами, в общем-то говоря, играли эти роли и анализировали ситуацию. Татьяна Владимировна, завершаем мы наше интервью. Вот в завершение еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, но буквально все-таки в двух, наверное, словах. Как сделать так, чтобы мы все-таки действительно жили в правовом государстве? То, о чем мы говорим очень часто от обычного гражданина до президента. Ну, по моему мнению, начать с себя. То есть начни с себя, начни соблюдать те нормы поведения, которые установлены в нашем государстве. Начни соблюдать правила дорожного движения, это немаловажно. Начни соблюдать другие права и обязанности. И, ну, наверное, тот человек, который соблюдает права других людей, это самый благонадежный член нашего общества и законопослушный гражданин. Наверное, это приятный сосед. Также, в первую очередь, приятно жить в обществе, где все соблюдают твои права. Ну, как это еще в Великий говорит. Свобода каждого заканчивается там, где начинается ущемление прав других людей. То есть вот в этом смысле каждый, наверное, должен и... Ну, наверное, я соглашусь и так же, наверное, и в любом деле. Сегодня актуальное интервью с начальником правового управления, главным управлением ВД России по Ставропольскому краю, полковником, очаровательным полковником внутренней службы Татьяны Владимировны Калашниковой. Еще раз спасибо, что пришли к нам еще раз с вашим профессиональным праздником. Ну, а мы с вами увидимся, друзья. Всего доброго. Пока.